Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня видео по запросу. Меня просили показать все, что у меня есть для маникюра, то есть для гель-лаков. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И сразу, конечно же, хочу сказать, что я не профессионал. Я никогда не училась на мастера маникюра. И, наверное, не пойду. То есть я самоучка. Раньше я очень, ну, всегда, лет с 18, наверное, красила ногти себе сама, потому что просто не было возможности ходить все время к мастерам. Потом я никак не могла найти себе мастера. И, в общем, стала делать сама. К этому очень сильно привыкла. И потом, когда появились гель-лаки, конечно же, мне захотелось попробовать. Но я решила также, что я буду делать это сама. И для начала я себе заказала стартовый набор. Вы, наверное, их знаете. Много где эти есть. Вот. Ну, и, в общем, постепенно этот стартовый набор у меня разросся. В общем, сейчас все покажу. Все то, что у меня есть. Ну, и начать я хочу с лампочек, которые у меня есть. И первая, которая у меня была, это вот эта красная. Заказывала я ее вместе с набором. Знаете, такой стартовый набор для гель-лаков. И там шла в этом наборе вот эта лампа. Она самая обычная, простая, с такой вот выдвигающейся штучкой. Но в ней внутри идут вот такие лампы. И сушит она гель-лак 2 минуты. То есть, вот таймер. Ну, естественно, включить, выключить. 2 минуты, конечно, очень много. Я ей пару раз попользовалась. И потом заказала на Алиэкспресс вот такую лампу. И эта лампа мне, конечно же, нравится намного-намного больше. Кстати, заказывала я ее по отзывам кого-то, кто занимается вот ноготочками. Значит, эта лампа, во-первых, вот эта штучка у нее, как вы видите, извиняюсь, надо почистить, отрепляется. И вот идут такие лампочки, которые очень хорошо со всех сторон высушивают ноготочки. Здесь есть 5 секунд 30-60 секунд. И можно поменять мощность. То есть, если гель-лак печет, то это как раз вот именно эта лампа, это вообще находка. Она у меня уже где-то год, и с ней ничего не произошло, работает исправно. То есть, вообще просто супер. И да, ссылки на все товары, которые я заказывала с Алиэкспресс, я оставлю вам под видео в инфобоксе. Потому что в основном, конечно, вся моя продукция с Алиэкспресс. Вот на этот продукт и еще на кое-каке лаки я не смогу вам оставить ссылку. Потому что я просто не нашла уже интернет-магазин, в котором заказывала вот эту лампу вместе с набором. Но я ее и не особо рекомендую, потому что, ну, для меня это такой устаревший вариант. Вот эта вот лампа намного лучше, она и компактнее. Ну, в общем, она мне нравится намного больше. Это, видите, какая огромная. Итак, давайте теперь пройдемся по инструментам, которые у меня есть. И самый главный инструмент, это вот такая вот машинка, которой я не знаю, честно, как она называется. Я ее заказывала также по отзывам девочек на ютубе, у кого-то увидела. И она мне действительно очень нравится, но получила я ее недавно. И особо, пока пользоваться ей не научилась. Значит, здесь идет, то есть назад-вперед крутится в разные стороны, да. Соответственно, скорость увеличивается. И вот сама вот эта вот, честно, вот как правильно все это называется, я не знаю. Вот показываю, как есть. Здесь у меня стоит насадка именно для снятия покрытия. И она мне просто безумно нравится. Единственное, что, девочки, я пожалела деньги на специальную вот такую штучку, которая счищает. Видите, вот у меня остается здесь лак. И это, конечно, минус. Вот она так выдвигается. И насадка вытаскивается. Естественно, вставляется и фиксируется. Здесь вот такая дырочка, очень удобно его так вставлять. Просто вот этой штучкой я очень довольна. Но, как еще раз повторюсь, пока не особо научилась ей пользоваться. Кутикулу на руках у меня не получается пока что обрабатывать. Но, в общем, я, что называется, учусь, пробую. Есть еще вот такая подставка, но я и не пользуюсь. Мне удобнее вот так. И также ножная педаль. Но я регулирую скорости здесь. То есть вот этим я не пользуюсь. Сама машинка супер. Она действительно не нагревается, как говорили вот девочки. И очень хорошо все обрабатывает, все вычищает. Я вот здесь вычищаю. В общем, ну, супер просто. Она мне безумно нравится. Маникюр стала делать намного быстрее. И к ней я приобретала вот такие разные насадки. Вот такой набор. Тоже с Алиэкспресса. Вот такой тут набор. И еще вот поштучно вот такие покупала. В общем, ссылки на все вот эти штучки я тоже оставлю. Но, так как я не мастер, да, я не могу в полной мере оценить, насколько вот это вот все классно. Не знаю, по мне так вроде ничего не стерлось. Вроде бы все работает. Но, честно признаюсь, я не всеми насадками пользовалась. Не всеми даже, которыми заказала. Но, в общем, что называется, учусь. Но вот эта насадка, это просто супер. Я ей всегда снимаю теперь лаки. И мне очень-очень она нравится. Дальше быстренько прибежимся. Пилочки покупаю всегда разные. Вот у меня в запасе, да, вот такая есть. Ну, это такая шлифовальная, да. Такая у меня, ну, то есть, разные вот они как бы стираются. И я себе приобретаю, в основном, кстати, почему-то в Ревгоше покупаю. Различные вот Орли, ОПИ, как-то, ну, не знаю, разные. Я не вижу у них разницы. Я еще раз повторюсь, я не мастер. Вот, тоже апельсиновые палочки у меня есть. Ну, вот эта штучка для кутикулы. Я тоже иногда пользуюсь. Вот такая, кстати, вот эту я заказывала с Алиэкспресс. Она мне нравится больше. А вот эту покупала в профессиональном магазине. Ну, не знаю, как-то мне вот эта больше нравится. Она как-то удобнее ей работать намного. Так. Дальше, ну, стандартно кусачки. Такие, такие, такие. Ну, в общем, ножнички есть у меня. Так показываю. Быстренько. И дальше у меня вот здесь вот кисточки. Вот такое у меня количество кистей. Значит, вот это я приобретала набор. Но не с Алиэкспресса, а в каком-то, знаете, магазинчике в торговом центре. Забегала, увидела. Думаю, ну, надо взять. Ну, я не скажу, что это кисточки хорошие. Они подсыхают. И, ну, такие, знаете, по типу одноразовый. Вот этот набор стоит 200 рублей. Поэтому, думаю, потом с Алиэкспресса что-то заказать другое. То есть вот такой наборчик был разных кисточек. Ну, я думаю, на Алиэкспресс я, кстати, тоже видела такой набор. В принципе, неплохо. Ну, не знаю, я не мастер. Опять же, не знаю. Это вообще две макияжные кисточки, которыми... Ну, вот это я там что-то делаю. Или блестки. Ну, в общем, тут что-то валяется. А вот это тоже я и что-то делала. Уже не помню. Но это тоже макияжные кисточки были. И вот потом я еще приобретала вот такую от TNL. Вот такую кисточку тоненькую. И от RUNEL. Тоже где-то забегала. Вот такая у меня тоже есть от Orly. Ну, опять же, не мастер. Качество оценить, к сожалению, не могу. Ну, и вот это все мои, скажем так, гель-лаки. Я уже говорила, что я начала с того, что я приобрела себе стартовый набор. И в стартовом наборе была марка Blue Sky. Причем в стартовом наборе была марка Blue Sky вот такая. То есть вот такая упаковка. И мне вот эти лаки очень понравились. И, как вы можете заметить, я потом приобрела кучу-кучу различных оттенков. И вот они у меня на ромашке. Вот такие вот у меня оттенки. Как вы видите, я люблю такие пастельно-розовые или красные тона. Сейчас у меня нанесен вот этот 80522. Вот. Ну, здесь я так наносила чисто для себя. Вот. В принципе, сами лаки неплохие. Но база и топ этой марки это просто какой-то ужас. Они держатся. И, кстати, да, от марки Blue Sky белые цвета, они от тепла, они как бы желтеют. То есть, если я, например, нанесу себе белый лак на ноготочки и пойду в баню или сауну, то он пожелтеет. Причем начинает желтеть от кончиков. И, ну, в общем, как-то так. Дальше. Вот эти лаки я приобретала в магазине Подружка. Вот они у меня нанесены. Это вот этот оттенок, а это вот этот. Ну, и белый он стандартный белый. И недавно, и мое приобретение, очень хотелось себе камуфляжные. Камуфляжные, правильно, по-моему, называется лаки, которые идут под Френч. И вот приобрела себе три таких штучки. К сожалению, на ромашке у меня нету. Один, ну, они, в принципе, вот так и выглядят. Такие полупрозрачные. Один более белый, второй более такой бежевый. И третий вот такой, как бы немножко фиолетовый. Вот такой марки. Но они мне не нравятся. Не нравятся почему? Потому что, когда их наносишь, вроде бы все хорошо. Высушиваешь в лампе, и оказывается, что все кривкость. То есть, не знаю, то ли я не научилась ими пользоваться, то ли что. Дальше. Вот здесь у меня идут базы и топы. Значит, от марки Blue Sky у меня еще осталась база. Но, не знаю, хочу ее просто выбросить. Дальше праймер от марки Blue Sky. Ну, праймер как праймер, не знаю. И вот тоже в магазине Подружка я приобрела себе вот такие базы. И топ, каучуковая база. И, по-моему, каучуковая тоже топ. Очень они мне нравятся. Я покупаю уже второй раз. И, наверное, еще раз буду приобретать. Потому что цена вопроса что-то 200 рублей с чем-то. И при этом очень хорошо держится. Очень хороший глянец, как вы видите. Ну, в общем, они мне очень нравятся. И с каучуковыми, кстати, базами научилась я работать. Не всегда, конечно, получается, но все же. И взяла себе еще вот такую базу. Но она не каучуковая, обычная. Ну, думаю, пусть будет. У меня тоже, кстати, неплохая. Вот от этой марки. Вот. Ну, в принципе, неплохая, нравится. И еще у меня вот такой матовый топ. Заказывала я его с Алиэкспресс. Но, вы знаете, девочки, он мне очень сильно не нравится. Потому что он не матовый. Он такой полуматовый. И матовость вот эта вот его, она потом уходит постепенно. То есть постепенно ноготочек становится все более глянцевым, глянцевым. Поэтому, ну, стоит иногда для какого-то, не знаю, маникюра, когда мне не хочется глянцевого, наношу. Но не советую. Заказывала с Алиэкспресс. Я вам ссылку, конечно, оставлю. Но, не знаю. При этом, кстати, лак сам держит очень хорошо. Он не скукоживается, ничего не происходит. Но вот только то, что он полуматовый. Но, возможно, для каких-то дизайнов он будет хорош. Дальше. Вот это у меня гель-краски. Заказывала я их с Алиэкспресс. Они именно такие, как вот на... На вот этом цветочке. Именно такого же оттенка. К сожалению, я тоже не наносила на ромашку. Думаю, вы меня извините. Я ссылку на них оставлю. Они мне очень нравятся. Они действительно очень хорошо пигментированы. Они, конечно, если плохо будете закрывать крышечку, они немножко подсыхают. Все баночки мне пришли полными. Не знаю, ничего не пролилось при доставке. Они мне очень нравятся для каких-то дизайнов. Или даже иногда я просто накрашиваю многоточки. Мне очень нравятся. Очень классные. Ну, и вот это тоже для дизайна. Я как-то приобрела. Решила попробовать. Это такой... Типа гель для лепки. Что-то в этом духе. Тоже с Алиэкспресс заказывала. Вот такой фиолетовый, белый и розовый. Ну, надо учиться, в общем, мне. Потому что у меня один раз получилось выложить там лепесточки от цветочка. А потом второй раз не получилось. В общем, ну, надо, в общем, тренироваться. Сейчас летом я пока этим не занимаюсь. В основном я, конечно же, у меня больше времени есть зимой, когда детки в садике. Ну, а пока как-то так. И также принесла вам показать. Вот покупала такую большую бутылку тоже в каком-то, знаете, профессиональном магазине, где все для парикмахеров. Такой обезжириватель у меня был. Вот я его переливаю вот сюда в маленькую, чтобы было удобнее. А вот этот обезжириватель у меня шел, ну, для снятия липкого слоя, да, вместе с набором вот с этим. Кутикулу я иногда удаляю. Ну, сейчас стараюсь, конечно, спиливать аппаратом, но вот всегда удаляла вот этим с Али Хэнсоном. Он мне, кстати, очень нравится. И забыла также показать вот этот баф. Ну, я их тоже покупаю везде, где только можно. И у меня были еще вот такие наборы, вот таких салфеток тоже приобретала в профессиональном магазине. Он сразу же готовый, внутрь с фольгой. Кстати, очень удобный. Я рекомендую, если вы где-то увидите, обязательно купите. То есть вы вскрываете. Там уже фольга с пропитанной безворсовой салфеткой. Здесь вот снимается, в общем, вот эта пленочка. И вы как бы наносите и вот так вот заматываете. И размокает у вас сам гель. Очень они, кстати, удобные. Очень мне понравились. Но сейчас я спиливаю, поэтому вот четыре на всех случаях у меня осталось. Ну, и теперь, наверное, самое интересное. Это все, что у меня есть для дизайна. И также хочу показать безворсовые салфетки, которые у меня есть. Это OPI. Также я его покупала где-то в торговом центре. Но я могу сказать, что они оставляют ворсинки. Я вот больше их покупать не буду. Хочу заказать с Алиэкспресс. Знаю, что многие девочки именно салфеточки с Алиэкспресс очень сильно хвалят. Так что буду заказывать их там. Все украшения я креплю вот на такой гель от Runeil. Он у меня уже там чуть-чуть у вас совсем осталось. Надо будет купить какой-то другой. Неплохо держит, если аккуратненько все сделать. Всегда это получается. Но все же хорошо крепит. В принципе, мне нравится. И у меня была, приобретала вот такую штучку. Фиксатор украшений. Но ничего не фиксирует. Вообще все слетает. То есть это у меня тоже на выброс. Вот эту розовую коробочку для хранения украшений. Ну, каких-то мелочей я заказывала с Алиэкспресс. Ссылку на нее тоже оставлю. Здесь у меня хранятся различные стразики. Вот какие-то я заказывала с Алиэкспресс. В общем, ссылочки все я оставлю, как я вам уже сказала. Тут вот такие, кстати, у меня украшения. Вот такие бантики. Но, как вы видите, они очень большие. И то есть на ноготь, да, вот так вот. Если приложить, то будет со всех сторон торчать. Думаю, я их просто для украшения куда-нибудь применю. Поэтому лежат пока тут. Розочки мне очень нравятся. С дизайном будет очень красиво. Ну, и различные тут разного размера. У меня стразики. В общем, ссылочки оставлю. А в этой баночке у меня хранятся стразы, которые приходили роз. Супьем без коробочки. Просто сюда пересыпала. Очень, кстати, классные вот эти стразы. Хорошо блестят. Не знаю, не мутнеет. Ничего с ними не приключается. Хорошо крепится. Ну, в общем, классные. Тоже ссылки оставлю. Вот такие у меня также разноцветные всякие разные стразики. Тоже очень люблю. Ну, и вот такие тоже украшения. Вот эти мне кто-то дарил. Но они такие, они мутнеют, кстати. Вот. Вот такие вот цветные в виде капелек. Потом здесь тоже такие вот разные кружочки и капельки. В общем, тоже мне очень нравятся. Потом вот такие. Тоже мне нравятся прикольные. Вот такие черные стразы у меня. И вот здесь вот такие бантики маленькие, разноцветные. Тоже вот эти очень мне нравятся. И вот эти, как же мчужинки. Кстати, хорошо крепятся, хорошо держатся. Видите, они с одной стороны плоские, а с другой стороны вот такие, как же мчужинки. Тоже на какой-то маникюр очень красиво смотрятся. Дальше. Бульонки у меня вот здесь вот отсвечивают. Не видно разного цвета. Покупала тоже у нас в России. То есть не с Алиэкспресс. И они, когда покрываешь их тупом, вся вот эта красота с них сходит. То есть они становятся просто вот такими серебристыми. Ну, нет-нет, так куда-нибудь в дизайне я их использую. Так что вот лежат. И вот такие, кстати, разноцветные тоже бульонки есть. Вот такие вот штучки заказывала я с Алиэкспресс. Тоже на какой-то маникюр упывает очень красиво. Но и здесь нереально много. Стоит недорого. Я, кстати, их очень рекомендую. Они просто, видите, такие вот маленькие, как бы, кружочки. Не знаю, как они называются. Но классно тоже выглядят на какой-то дизайн. Вот такие тоже заказывала, по-моему, с Алиэкспресса. Ромбики. Или где-то в другом месте покупала. Честно, не помню вот откуда у меня вот эти. Если ссылка на них будет внизу, то, значит, с Алиэкспресс. Тоже прикольные, классненькие. Мне нравятся. Это втирку. Я покупала, по-моему, в магазине подружка. Такая жемчужная, переливающаяся. Очень прикольная. Но, кстати, ничего к ней не купила, чем ее втирать. Поэтому взяла обычно такой спонж для теней. И, кстати, неплохо получается. Он такой синевой. Ну, даже она не жемчужная. Как-то по-другому называется. Вот. Ну, в общем, прикольная. Тоже мне нравится. И вот это у меня переводная фольга. Она ко мне пришла, кстати, полнедавно совсем. Но я не купила на что их переводить. Вот. Поэтому пока лежат без дела. Ну, пока мне не хочется делать никакие дизайны. Как видите, я просто сейчас крашу. Поэтому, не знаю, но что-то приобрету. Есть какое-то средство специальное, которое наносится. Сверху это фольга. Так что потом приобрету. И вот такие блесточки. Вот эти блестки, кстати, мне очень нравятся. Вроде бы вот небольшие колбочки, да. Но их на самом деле хватает надолго. Я вот в основном использую белые или какие-то розовые. Ну, то есть это был набор. Такой очень тоже классный. Мне очень нравится. Не знаю. В основном, кстати, вот этими блестками зимой пользуюсь. Тоже очень прикольные. Вот и все мои продукты для ногтей. Не знаю, для кого-то много, для кого-то немного. Но я крашу только себя. Больше никого. Иногда мама у меня делает маникюр. Но она просто наносит какой-нибудь светлый лак и все. Поэтому, ну, вот как-то так балуюсь. Учусь, что называется. Но мне очень нравится эта тема. Так что, да. Я надеюсь, вам понравилось такое родное видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте заходить в инфобокс. Посмотрите ссылочки. Все вот это поближе. Я уже не стала показывать. Потому что, ну, у меня камера не спокутирует, чтобы так мелко показать. Всех люблю. Целую и до новых встреч. Пока-пока.